Всем привет! Меня зовут Лиля и вы на канале магазина Sigwave.ru. На улице холодает, а значит самое время задуматься о том, как правильно хранить электросамокат зимой. Зимний период может быть долгим, и правильная забота об электросамокате в этот период может значительно продлить его срок службы. Давайте разберемся, как сделать это правильно. Но перед тем, как мы начнем, напоминаем, что мы разыгрываем главную новинку этого года Ninebot Max G2 среди наших подписчиков. Так что скорее нажимай подписаться и возможно этот самокат станет именно твоим. В первую очередь мы рекомендуем очистить электросамокат от грязи и пыли. Это не просто косметическая процедура. Грязь и пыль могут привести к ржавчине и ускоренному износу. Поэтому, прежде чем спрятать транспорт на долгий зимний отдых, уделите время его обслуживанию. Для очистки электросамоката лучше всего использовать влажную ткань. Избегайте использования душа или устройств с высоким давлением, таких как керхер. Иначе вода запросто попадет внутри самоката и сможет вывести из строя его электронику. Также не забудьте закрыть заглушку разъема для зарядки. После очистки устройства обработайте механические части электросамоката силиконовым спреем. К таким частям относятся подшипники, механизм складывания, механизм подножки, все резиновые соединения. Это не только улучшит его производительность, но и немного защитит от воздействия внешней среды. Теперь обратим внимание на ключевую деталь – аккумулятор. Срок службы электросамоката в значительной степени определяется долговечностью его аккумулятора. Прежде всего, перед длительным хранением рекомендуем зарядить аккумулятор на 60-80%. Это позволит уменьшить вероятность полного разряда, что в свою очередь способствует продлению срока службы батарей. Никогда не храните самокат разряженным или полностью заряженным, так как емкость аккумулятора при этом будет падать. Условия хранения играют важную роль. В идеале электросамокат следует хранить при температуре от плюс 10 до плюс 25 градусов и подзаряжать его раз в два месяца. Если самокат находился на холоде и температура аккумулятора упала, перед зарядкой дать ему постоять в теплом помещении в течение двух часов. Это предотвратит замерзание электролита и уменьшит риск снижения емкости батареи во время зарядки. Также не стоит хранить устройство возле батареи, так как от высокой температуры химические процессы в аккумуляторе ускоряются и он быстрее стареет. Выбор подходящего места для зимнего отдыха электросамоката также играют важную роль в его сохранности. Идеальное место хранения это сухое помещение, которое не подвергается перепадам температур. Избегайте хранения на балконе, в кладовке, гараже и подвале. Эти места могут подвергнуть ваш электросамокат воздействию неблагоприятных условий, таких как влажность или перепады температур. Соблюдение правильного давления в шинах важно для сохранения их качества. Если планируется подвешенное хранение, стоит накачивать резину в половину, от рекомендованного производителем давления. Если самокат будет стоять, то стоит накачивать покрышки до рекомендованного уровня, а также не забывайте подкачивать их раз в пару месяцев. Рекомендованное давление всегда указано на покрышках. Вот и все, подготовка к зимовке займет совсем немного времени, а вы гарантированно продлите жизнь своего электросамоката и в следующем сезоне он будет готов к новым приключениям. Мы надеемся, что данное видео оказалось для вас полезным. Если у вас остались какие-то, вопросы, не стесняйтесь писать их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы принять участие в розыгрыше Ninebot Max G2. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!